всем привет у нас обзор будет сегодня в его букву такое от asus то у нас последнее восьмое поколение не та картинка пардон вот x510 you у нас здесь full hd обычный без и пьеса вот восьмое поколение 8 250 проц и 5 8 гигабайт оперативы вайфая цешных класс блютузом здесь 31 юсб 30202 короче много юсби трех ячейчная батарея ну и создышка 256 такое ладно откроем ничего реально интересного здесь нету в описании шот респектоз это реально вот эта ручка зачетная коробка человеческая не так как леново любит делать реально открываешь нравится его открывать минимальная зарядочка коробочка по красивому сделано чехольчик тоже респектоз так что у нас есть вот гарантийка респект ребятам реально есть человеческая гарантийка международного или не международная чисто под украину красавцы так реклама вайфая это поддержка в описании разъемов есть сенсорный сканер вид битку пальцев зачетно индикатор есть микрофон вот у нас все разъемчики расписаны молодцы ребята постарались над этим но это типа как его открывать и это у нас по идее манчик light dvd какую-то рекламу еще сюда добавить ну ребятки на коробка реально заморочили сделали красиво вау вау реально классная такая крышечка текстура напоминает отпечаток пальца класс спереди нет никаких разъемчиков 2 usb картридер индикатор зарядки нагрузки процессора совмещенный микрофон тайп си hdmi 31 и зарядка реально очень тоненький компактный класс легкий рамки вообще вот посмотрите вот это реально вообще нет практически рамок маленькая резиночка для того чтобы не протиралась веб к вообще маленькая с микрофоном очень аккуратненько все сделано вот резиночки маленькие вставлены тут нас говорят что он 8 часов может продержаться батареи вот нам говорят тоже у нас очень рамки маленькие очень классный тачпад мягенький отчетливо клацает реально класс вот кнопки прикольно так перенесли очень классно сделано хороший мягкий ход сейчас мы постараемся его включить посмотреть что у нас в биосе есть с правой стороны вот подсветка есть кнопки включения но вот эти рамки от реально вот этот самый классный респект этому ноутбуку минимальная ну да это биос стандартный для asus размалеванный наш тачпад тачпад кстати очень чувствительный непонятно почему так сделан в общем и не совсем конечно в биосе комфортно из люков непонятных это вот нет скорости вращения вентилятора у нас почему-то 0 отображается видим что у нас full hd не отображается наш storage вот наш toshiba ssd-шка есть дополнительный разъем очень замечательно второй порт по идее там вставляется у нас что-то это пока не видим ничего не там но вентилятор так же самое не отобразился вот сколько мы вас просидели в биосе информации оборотов нету есть температура есть потребление вам есть вот наша зарядка это принципе серия набора есть наш встроенный графический процессор вот и все а мы можем перейти в обычный наш биос так что нам тут интересно он скажет по биосу мы видим только один почему-то SATA второго может и нету биос также сам обрезанный ничего дополнительного здесь нету где можно что-то выставить вот как то так надеюсь вам был полезен этот обзор ноутбук реально очень обалденно сделанный маленький легенький компактный ничего плохого не скажу очень понравился надеюсь вам был полезен этот обзор ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч удачи удачи и удачи и удачи и